Международный валютный фонд – это крупнейшая финансовая организация мира, которая была основана еще в 1944 году. Однако Россия вступила туда только в 1992. МВФ играет важную роль в поддержании стабильности в мире, предоставляя экономическую помощь странам, столкнувшимся с кризисами и другими торговыми проблемами. Организация работает по следующим направлениям, первое и основное из которых – финансовая поддержка в виде кредитов и обменов. Остальные – проведение регулярных мониторингов экономического роста, что позволяет заранее выявить возможные проблемы и оказать содействие в проведении структурных реформ, которые могут касаться налоговой политики, финансового сектора и инфраструктуры. Международная организация, которая предоставляет финансирование своим членам, а членами ее являются большинство стран мира, предоставляет финансирование своим членам в том случае, если они сталкиваются с недостаточностью финансовых ресурсов для того, чтобы оплачивать свои внешние задолженности, оплачивать необходимый импорт, ну а также в тех случаях, когда правительство сталкивается с другими финансовыми кризисами. Одно из положительных аспектов государственного долга заключается в возможности финансирования экономического развития страны. Но если долг неправильно управляется или слишком быстро растет, это может привести к финансовым проблемам и нестабильности для страны. Высокие процентные платежи по долгу могут съедать значительную часть бюджетных средств и ограничивать возможности правительства в области социальных расходов и развития. На данный момент госдолг Российской Федерации составляет 21,2%, но согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, к 2024 году долг России увеличится лишь на 0,4%, а после его размер начнет уменьшаться, и к 2028 году дойдет до 18,2%. Последние несколько лет долг России понемножку растет, но тем не менее он остается одним из наиболее низких в мире в процентном отношении к воловому внутреннему продукту. Стоит отметить, что на данный момент Россия, по мнению Всемирного банка и Международного валютного фонда, занимает пятое место в рейтинге экономик государств. В Министерстве финансов заявили о намерении удерживать госдолг ниже 20% валового внутреннего продукта, поэтому резких скачков экономики в ближайшее время не ожидается.